Справился. Произошло бы всё где-нибудь в Брянске, лишили бы премии, получил бы выговор и всё. Ну а в Грозном так просто не отделаешься. В ходе нашего диалога, вернее спарринга, я мягко и ненавязчиво хуком справа и слева объяснил ему на пальцах, вернее на кулаках, что нужно работать головой. Свои ошибки министр начал исправлять уже сегодня вечером, и поэтому я всё-таки разрешил ему надеть шлем. Ведь ему завтра на работу ещё. Сам Кадыров, к слову, мастер спорта по боксу, самоотверженно вышел на ринг без шлема. Воспитательная беседа продолжалась два раунда, нокаута не случилось, хотя предпосылки были. Саламбек Исмаилов в боксу тоже человек не чужой. Тренируется, говорят, с местными чемпионами, так что, вероятно, мог дать начальству отпор помощнее. Чеченский же президент уже объявил, что спарринг с Исмаиловым, вероятно, не последняя рабочая встреча на ринге. И среди местных министров партнёры ещё найдутся. А телекамеры всё зафиксируют. Продолжение следует...